Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала «Дель Европа Лайн». У меня в гостях Валерий Карлович Челышвили, генеральный секретарь ГУАМ в прошлом, а ныне известный грузинский эксперт и руководитель центра «Джесек». Здравствуйте, Валерий Карлович. Здравствуй, Миша. Я был не только генеральным секретарем ГУАМ. Но вы мне запомнились как генеральный секретарь ГУАМ именно потому, что я вас тогда встретил в Вене в дипломатической академии. И вы мне ассоциируетесь с ГУАМ. Я, по-моему, был тогда генеральным секретарем учета, а не ГУАМ. Нет, ГУАМ, именно ГУАМ. Я хорошо запомнил. Вы именно были представлены как генеральный секретарь ГУАМ. Я тогда и не мечтал, что мы с вами будем вот так общаться в эфире. Друзья, вчера у меня был Славомир Майман, заместитель директора Института по безопасности в Варшаве, с которым мы обсуждали частично вот этот форум по безопасности в Польше. Но и господин Чичелашвили был в Польше на форуме по безопасности. Поэтому, господин Чичелашвили, поделитесь вашими впечатлениями от этого форума. Ну, это один из самых серьезных форумов по безопасности в Европе. Ну, наверное, Мюнхенская конференция, которая обычно в феврале проходит, может быть, она только по своему составу и темам обсуждаем важность и представительство. А, в принципе, Варшавский форум – это очень важный форум. Мы, конечно, доминирующей темой, там была Украина. Вот. И были очень хорошие и правильные заявления. Но единственное, что люди, которые, в принципе, или в отставке, или уже не занимают серьезных должностей и так далее, они гораздо смелее разговаривали о том, что на самом деле сегодня Запад должен делать и как он должен помогать Украине. Было правильно, очень много правильных слов сказано. Просто я бы очень хотел, чтобы те люди, которые там выступали, сегодня действительно занимали должности, на которых принимаются реальные решения. Я думаю, тогда конец войны был бы гораздо ближе. И победа Украины была бы гораздо ближе. Но я думаю, что главный вывод, который можно сделать состоит в том, что без победы Украины в норме международного права в Европе невозможно создать новую стабильную систему безопасности. И любые там половинчатые, палеотивные какие-то замерения, меры и так далее, они только отдалят какую-то гораздо более серьезную опасность для Европейского Союза и НАТО, чем сейчас это представляет из себя. Поэтому в этом смысле конференция была бы надежной. Знаете, Валерий Карлович, такое впечатление, что мы живем в королевстве Кривых Зеркал, на форуме «Свободная Россия» и «Вильнюсе». Каспаров, например, говорит об украинском флаге в Севастополе, который вот-вот скоро будет, о полной победе Украины, о поражении России, о распаде России. И это он говорит на третий год войны с той помощью, которую получает Украина от Запада недостаточной и так далее. То есть не кажется ли вам, что, скажем, сейчас наблюдается большой диссонанс между реальностью и тем всем словоблудием, которое мы с вами слышим, будь то от Каспарова и форума «Свободная Россия», либо от Варшавского форума по безопасности? Ну, то же самое Гарри Каспаров говорил и Варшаве на форуме по безопасности, приблизительно то же самое говорил. Но я, честно говоря, ничего не имею против украинского флага в Севастополе. И ничего не имею против того, чтобы Россия вернулась в свои международно-признанные границы. А потом, как она далее будет справляться с проблемами своей территориальной целостности в своих международно-признанных границах, это еще отдельный вопрос. Но дело в том, что объективно очень серьезные проблемы нарастают у России. Ее экономика и так отличалась очень большой диспропорциональностью, если это говорить по-дипломатически, если это говорить, потому что она всегда была на такой наркотической игле доходов от нефти и газа. Теперь эти диспропорции очень серьезно выползают наружу. Значит, об этом нужно говорить до бесконечности, но если это интересно, можно развить эту тему. Но я думаю, что 2025 год будет годом очень серьезных проблем. И 150 миллиардов долларов военного бюджета это просто неподъемная ноша для сегодняшней экономики России. Что можно было бы сделать в первую очередь и надо сделать? Это действительно прекратить все возможные ручейки, по которым сегодня получают высокотехнологические компоненты Российская Федерация и используют в том их производстве. Вот это, я думаю, без всяких условий, в принципе, ну, наверное, это дело рано, что на этом заниматься. И я думаю, что это гораздо легче, чем давать Украине разрешение бить дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации. Но это само по себе будет очень серьезным ударом по российской экономике и по ее возможности восстанавливать свои военные возможности. Валерий Карлович, я мечтаю, чтобы Украина деоккупировала и Крым, и четыре аннексированные агрессором России и области. Просто я задаюсь вопросом. А где, собственно, обещанная помощь со стороны Запада? Вот специалисты говорят о том, что в реальности Украина получила именно на военную помощь не более 50 миллиардов от Соединенных Штатов за прошедшие три года, а не 150, о которых говорят и Хэрис, и Трамп. А то бывает и о 250 говорят. То есть мы понимаем, что по сравнению с бюджетом российским, который вы сами озвучили военным, это капля в море. То, что получает Украина, мы должны говорить о реальных вещах. Почему тогда Запад живет, словно никакой войны нет, если война есть? Ну, я сейчас не буду спорить с этими цифрами, которые ты озвучил. Значит, ну, потому что утвержденный бюджет помощи Украине на этот год 61 миллиард долларов. Значит, я слышал эти разговоры, что на самом деле меньше там дается Украине и так далее, но я не имею возможности эти цифры перепроверить. Ну, вот, вместе с тем, это же не только Соединенные Штаты, это и Европа, и отдельные европейские государства. Только помощь в этом году Японии объявлена в размере 4,5 миллиардов долларов. Ну, эта ситуация, мы можем, Михаил, мы можем ее критиковать до бесконечности. Я думаю, что украинская дипломатия делает все, что от нее зависит, для того, чтобы мобилизовать, возможно, большую помощь. И мы видим, что постепенно, постепенно, так сказать, это набирает обороты, открываются новые производства производства на ЗАП. Ну, помните, значит, часы президент Зеленский с визитом в Соединенных Штатах по случаю участия в Генеральной Ассамблее. Первое, что он посетил, ты же помнишь, куда он поехал первое, да? В Пенсильванию поехал на завод, который производит снаряды, и которые... В Пенсильванию, это... В Пенсильванию поехал. Очень правильно, кстати, очень правильно. И вообще, когда я наблюдаю на международной арене за действиями украинской дипломатии и президента Зеленского, значит, я должен сказать, что очень правильные посылы, очень настойчивая политика и так далее. Вот. И она приносит свои плоды. Не такие, как ей, может быть, хотелось бы, чтобы, так сказать, было. Ну, всегда... Ну, Украина сейчас фактически находится... Она воюет не только за свою независимость и свою свободу. Она фактически выиграла уже войну. Свою войну она еще не выиграла, но войну за безопасность и свободу Восточной Европы Украина уже выиграла. Именно поэтому восточноевропейские страны, за небольшим исключением, проявляют такую активность в поддержке Украины. И вообще, ну, эти действия нового генерального секретаря НАТО тоже обнадеживающие. Первый визит он совершил в Украину. Ну, мы... Ситуация такая, какая есть, Миша. Если бы даже все было так, как мы бы хотели, мы бы захотели еще большего. Но я согласен с тобой в том, что Запад, конечно, и группа Рамштайн, и НАТО, и отдельно Соединенные Штаты могли бы, конечно, сделать гораздо больше для победы Украины, чем они делают. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Давайте постоянно говорить о президенте Владимир Владимирович Зеленский. Это же президент Зеленский говорит о том, что плохо, мало, недостаточно западной помощи, и бьется за эту помощь, за что ему огромное спасибо. Так вот, поведение Запада – это лучшая агитация перед выборами за грузинскую мечту. Вам так не кажется? Нет, у нас развивается собственная драматургия здесь. Это, может быть, является каким-то компонентом, но грузинская мечта, значит, она находится сейчас в очень сложном положении. И вот последние буквально действия, и ты, наверное, это еще не знаешь, но последние действия, которые предприняла президент Салумизу Рабишвили, совершенно выбили почву из-под ног грузинской мечты. Она анонсировала серию консультаций с главными оппозиционными силами по поводу формирования технического правительства, и у нее, по всей видимости, есть свои предложения по поводу кандидатуры премьер-министра, и попутно она говорит о том, что все, грузинская мечта, и надо им готовиться к тому, что будет и вопад грузинской мечты. И сегодня утром председатель парламента, господин Шалба Папуашвили, объявил о том, что они начинают новый тур попыток объявить о импичменте и обращаются с соответствующим позывом в Конституционный суд. Во-первых, это по закону, это невозможно, потому что один раз уже это было, этот цикл мы прошли, парламент импичмент не утвердил. То есть это говорит о совершенной растерянности и бессилии. Это просто смешно, потому что никаких правовых последствий это иметь не будет. А в декабре и так истекает срок действий президента. И здесь я говорю, что это совершенно другая драматургия. И тот фактор, может быть, важный, о котором ты упомянул, сегодня здесь внутриполитических баталиях в таком контексте вообще не распространяется. Как всегда, не можем пройти мимо ситуации на Южном Кавказе в целом, да и на Кавказе. Вот сейчас мы слышали речь президента Алиева в Джабраиле, который президент Алиев, фактически стал впрямую оппонировать и госдепартаменту, и госсекретарю, намекая на то, что госсекретарь Блинкин автор тех самых санкций, которые как бы конгрессмены выносят на рассмотрение ГУСТЭПа. Что сейчас происходит, на ваш взгляд, во взаимоотношении между Азербайджаном и Вашингтоном? И почему затягивается все-таки парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном? Ну, что происходит между Азербайджаном и Соединенными Штатами, я думаю, гораздо квалифицированнее тебя ответил Фархад в моменте. С ним Я хочу просто выразить сожаление по поводу того, что это осложнение преодолеют, потому что у Соединенных Штатов есть свои интересы, связанные с Южным Кавказом и через Южный Кавказ связанные с Центральной Азией. Это объективные интересы. Я думаю, что и у Азербайджана есть интерес вернуться к нормальным конструктивным отношениям с Соединенными Штатами и они найдут возможность это сделать. Другой вопрос, что когда будет парафирование... Ну, парафирование это по международному праву это фиксация текста, которая просто фиксирует текст, но ни к чему сторону не обязывает. Ты, наверное, имел в виду подписание все-таки парафирование. Нет, парафирование, хотя бы парафирование. Ну, хотя бы парафирование, да. Вот это вопрос... Значит, меня вообще очень беспокоит вот эта динамика, динамика этой риторикой, риторики, да, с которой вот мы наблюдаем с одной и другой стороны. Она показывает, что в процессе этого очень сложного переговорного переговоров между Арменией и Азербайджаном, тем более последнее время, это, собственно, двухсторонний переговоров. И, несмотря на то, что какие-то успехи все-таки были продемонстрированы, например, совместное решение по поводу КОП-29 и частично демаркации границ и так далее, качество доверия друг к другу сторон не повышается. И когда это качество не повышается, тогда стороны начинают действовать таким образом, я имею в виду там закупку вооружений в частности, да, и одной стороны, и другой, что это, так сказать, вот перспективы, как ты сказал, парафирования или подписания тем более договора двухстороннего отдаляя. Что в этом смысле можно посоветовать, я не знаю. Наверное, интенсифицировать двухсторонний диалог и не пытаться привлекать какие-то третьи стороны и третьи стороны для того, чтобы усилить собственную позицию на двухсторонней переговорной площадке. В пользу же стороны решили заниматься этим первую голову в двухстороннем формате, тогда это все таки должно происходить. А привлечение других, третьих сторон с одной стороны и с другой приведет к такому развитию ситуации, о которой ты говорил. Кстати, если кто-то в Армении, например, думает, что осложнение отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами на руку Еревану, я совершенно так не считаю. потому что нарушение вот этого двухсторонних отношений, это повлияет на общую систему безопасности и стабильности на Южном Кавказе, сторону ее деградации, а это никому не точно так же, как ухудшение отношений Грузии с Соединенными Штатами или с Европейским Союзом ухудшение отношений ни на руку ни Армении, ни Баку. Вот в этом точно контексте. Поэтому здесь надо будет, я думаю, что надо больше терпения и больше усилий вкладывать практически в каждодневном режиме стороны должны работать для того, чтобы эти родственники появились. Валерий Карлович, вот в завершение я вас прошу следующим. Не секрет, что отношения между грузинской властью и Вашингтоном и в целом Западом ухудшились по мере того, как не только приняты были ряд законов антидемократических в Грузии, но и в Грузии Грузия стала проводить политику примирения с Россией, пророссийскую отчасти политику, хотя грузинская мечта так не считает, они считают, что это национально выверенная политика. Так вот, мы слышим собственно реакцию на эту политику со стороны Вашингтона, где всерьез говорят о санкциях и прочее. Почему вот сейчас, когда Мерзоян летит в Москву, когда Пашнян готовится тоже прилететь в Москву и вроде даже будет на ней рождение у Путина, не в курсе, но по крайней мере такая информация есть. Вот это о чем говорит на Ваш взгляд? Да, и саммит в Казани будет тоже проходить, на котором будет Пашнян саммит Брикс. почему Запад не критикует Армению за, скажем, элемент пророссийской позиции, в то время как Грузию за это критикуют? Много раз не задавали этот вопрос, но у меня следующий ответ на это, Миша. Значит, от Грузии гораздо большего ожидали и гораздо большего ожидали, потому что Грузия по-другому позиционирована в системе международных отношений и в отношениях с Соединенными Штатами. У нас хартия стратегического партнерства. Мы получали все эти годы очень серьезную системную помощь не только по двусторонней линии, но и по линии Международного валютного фонда, по линии Мирового банка и так далее. То же самое можно сказать, кстати, о Европейском Союзе. У Европейского Союза Грузия ассоциация, договор об ассоциации, они предоставили нам статус кандидата. Значит, от Грузии гораздо большего ждали, потому что мы этого уровня отношений достигли с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, и при правительстве Саакашвили, потом это некоторое время продолжалось и при грузинской мечте, но потом, когда все это начало обрушаться, потому что главная проблема была в том, не в том, что какой-то отдельно взятый закон, а в том, что в этом, как в капле воды отразилось то, что грузинская мечта и правительство соответственно, грузинская, потому что это правящая партия, грузинская мечта стала отходить от системы ценностей и принципов сотрудничества, на которых строят Европейские Союзы, Соединенные Штаты отношения в принципе в том, что все со своим, как они думали, проверенным партнером Грузии. Вот это разочарование, это глубокое разочарование, которое читается во всех выступлениях к правительствам Грузии, оно, так сказать, говорит о том, почему сегодня жестче подходит к Грузии, чем к Армении. А Армения, несмотря на то, что она находится в очень сложном положении, по многим параметрам, зависит от России в политическом смысле, в экономическом, финансовом и так далее, она пытается все-таки найти какие-то возможности для маневрирования, и в этом, естественно, Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются ей помочь. Ну, в принципе, аргумент о том, что сильная армянская диаспора в Армении и так далее, ну, это и без меня, ты знаешь, поэтому я бы так ответил. Спасибо большое, господин Чичилашвили, за это интервью. Хочу еще раз сказать, что господин Валерий Калыч Чичилашвили директор наиболее сильной, наиболее известной институции аналитического центра Джессека, известнейший дипломат, очень опытный дипломат, и я благодарен Валерию Карловичу за то, что при плотном своем графике находит время на интервью. Я продвинул по судебной лестнице, я не директор, я только сопредседатель. Ну, сопредседатель. Спасибо, спасибо большое, Валерий Карлович. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания.